Добрый день! Мы записываем это видео для библейского портала Екзегет. Меня зовут священник Григорий Геронимус. И вот на портал поступил такой вопрос. Почему плохо объедаться? Это ведь такой кайф. Ну, мне кажется, тут очевидная причина. Даже если человек вот в момент, когда он объедается, ощущает кайф, то потом ему становится плохо, потом он испытывает вред для своего здоровья. И это очень часто. Дьявол ловит нас на приманку кайфа, то есть какого-то приятного, быстро проходящего удовольствия, а потом мы пожинаем какой-то очень большой вред, какие-то очень большие неприятности для себя. Когда мы делаем какой-то грех, что-то нехорошее, что-то плохое, очень часто нам кажется, что в этом кайф. Но как бы на дне этого стакана с кайфом, который мы пьем, всегда внизу находится яд. Это всегда приманка, это всегда обман. Вот нам очень важно об этом помнить. Когда человек объедается, он причиняет вред своему физическому здоровью. Я думаю, что это не нуждается в каких-то особых комментариях. И он причиняет вред своему духовному здоровью. В Священном Писании есть такие слова «Утучнел Израиль, стал упрям, утучнел, оттолстел, разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего». И вот когда мы стремимся именно к кайфу, то мы очень часто забываем Бога. Мы очень часто забываем то, что подлинно важно. Мы забываем о том, что дает подлинную жизнь нашей душе о любви к ближнему, о любви к Богу. И для того, чтобы душа воспряла, для того, чтобы она была живая, для того, чтобы она была действующая, нам очень важно иногда испытывать, наоборот, какие-то чувства стеснения, какую-то скорбь иногда даже нам нужно пережить. И все зависит от того, чего мы хотим. Если мы хотим быстро пережить какое-то мнимое удовольствие, а потом долго мучиться, ну тогда, наверное, можно и объедаться, и совершать другие грехи. А если мы хотим, наоборот, получить подлинное удовольствие, подлинное блаженство, то тогда, наоборот, надо в чем-то потерпеть, в чем-то себя ограничить, зато потом прийти к такому кайфу, плохое слово, не кайфу, а блаженству, которое уже никто не может у человека отнять, потому что это блаженство вечное, блаженство вечной жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...